доброй ночи дорогие друзья с вами мария карпинская студия новое планетарное телевидение только что я беседовала и допустила вас к своей беседе с человеком таких бесед у меня на дню по три порой бывает по одной иногда бывают свободные дни и я честно говоря совсем порой дохожу до ручки и поэтому тема сегодняшняя такая поживите-ка вы моей жизнью и вот от отчаяния порой от разговоров которые от которых я просто дурею я по я читаю на ночь поэтов но вы знаете вот наверное бог он слышит все видит вот может это его такая игра и он вы знаете поцелает мне вот на фейсбуке там я размещаю там свои фотки еще чего-то и у меня такой есть человек один из бруклина который видимо очень поэтический он мне разных поэтов очень блока я люблю подсылает и вот как раз после предыдущего разговора с этим вот как же его звали елизаром прости господи какие тут даже забудешь моментально он мне сразу подбросил стихотворение александра блока который было написано 1 января 907 года наверное на следующий год после нового года с бодуна и от имени женского я вам прочитаю этот стих потому что он мне прямо на помощь пришел вот вот знаете вот такой разговор я еще чуть позже я прочитаю сейчас и хочу подвести итоги я не успеваю даже все перемалывать потому что вот люди которые там грузит меня на уши вот мой брат который из которого я еще никак не успеваю из разговора извлечь всю пользу но то что я поняла что то что вот со мной происходит на меня нападают и вот это грузит и все что это мне на пользу что это для моего омоложения и для моей трансформации еще то что я поняла и хочу еще с ним один раз его выдернуть что пространство и время неразрывные связанные вместе природой мать и земля защищается таким образом что она никогда в жизни не впустит сюда инопланетян а потому что они если они выйдут из корабля то они сразу их тело разрушится и поэтому они управляют видимо только находясь на отбите на своих кораблях которые невидимы но это вот такие новые знания которые извлекла сейчас уже вот час ночи я вчера легла в шесть утра а встала в девять начале десятого то есть я спала всего три часа сегодня я только хотела вот думаю ну прилягу хотя бы 15 минут полежу тем более что сегодня день хороший я ездила со своими двумя уставами организации к союз некоммерческих организаций к Александру Агисту и председателю общества Рарио мы договорились о том что одна моя организация входит уже в союз этих организаций мы будем выполнять заказы определенные а под вторую организацию я пригласила его попечительский совет в общем все здорово после этого я поехала к своей подружке вере жестовской на семеновскую там я встретила еще надежда власова старые друзья троицы собрались вместе все прямо классно мы поговорили и мы поняли что вот мы действительно друг без друга не можем и нам надо быть вместе тут вот разговор по телефону я же говорю сколько на день всего выпадает это я не буду говорить вам про утра сумасшедшая вот и тут спасибо вот этому александру из бруклина меринов меринов александр написал ну смысле он он блока процитировал я в дольный мир вошла как в ложу театр взволнованный погас и я одна одна лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз они поют из темной ложи найди люби возьми умчи и все все кто власти нынечтожен опустят предо мной мечи и все придут как волны в море как за грозой идет гроза пылайте траурные зори мои крылатые глаза пылайте траурные зори мои крылатые глаза мой взор факел к высям кинут словно в небо прокинут кубок темного вина тонкий стан мы шелком схвачен темный жребий вам назначен люди я стройна я звезда мечтаний нежных и в венце метелей снежных я плыву скользя в серебре метелей кроясь ты горишь мой узкий пояс млечная стезя ну вот просто вот сам даже разговор и вся моя жизнь просто как будто блог взял я писал все это и вот еще я ему ответила он мне тоже ответил и он написал ужасен холод вечеров их ветер бьющий все в тревоге несуществующих шагов тревожный шорох на дороге холодная черта зари как память близкого недуга и верный знак что мы внутри не размыкающегося круга вот то что говорил мой брат что из системы вот этой не выйти и это правда но не выйти из этой системы солнечной для этого должно что-то такое произойти особенное вот и я хочу еще вот этот милонов или меринов очень меня балует спасибо ему огромное потому что только благодаря ему я как-то начинаю себя чувствовать лучше это вот был когда тоже был 902 год июля а вот сейчас еще один стих прочту попробуйте догадаться кто это но вряд ли не все не все постигну ум надменный не все светло для мудреца есть много тайн во вселенной ключи которых у творца от жажды знания плод не сладок о не кичись средь гордых дум толпой бессмысленных догадок мудрец пред богом прах твой ум твои открытия случайны тебе поверил ли эфир свои божественные тайны свою судьбу сказал ли мир дала ли жизнь тебе способность постичь хоть самого себя ясна ли очам твоим загробность дно моря светло для тебя понятно ли дивное явление природе неба и земли пути планет миров движения буран что топит корабли утроба гор что родит злато или мечет пламени пожар все знания жаждаю богатый ты угадал ли тайну чар во сне тебе тающих крыльев в себе ты понял ли скажи борение силы и бессилия ничтожность тела мощь души и освоенравная судьбина с которой бедственна борьба что играем гением и шутом смиряет битвы рушит мир в невежде гордостью надутом земным умам дает кумир не в нем литвоплей просьб и плача когда суровая гневна которой нет щедрее богаче когда раздобрится она покровы тайны хоть украдкой с нее ты сорвал ли мудрец не верим мы твоим догадкам ты жалкий скептик ты не жрец земным умом измерить бога постигнуть тайны бытия нет это дерзко это много нет это доля не твоя слушайте он мне прислал как будто ответ этому вот елизару благоговеть пред мистицизмом и был и есть у дел людей ну чтож преступным скептицизмом мрачишь ты блеск души своей зачем запретное познание тебе рабу земных оков или то для славы для названия гения веков отринь губящий дух гордыни не льстись надежда ни на миг что глаз твой будет не в пустыне когда ты скажешь все по стих страшись не искать людей презрения небесной кары не накличь нет славы в дерзком покушение непостижимое постичь не стыд сознание бессилия пред тем что выше сил души оставь же тщетное усилие не жди не мучайся не греши с мольбой возьмись за труд посели путь к знаниям верой освети этим факелом к могиле всего отгадчицы гряди могила всего отгадчицы и туда иди да мужайся там где слез пучина люби добро как мать птенца и разлюби родного сына за отступление от творца будь бед своих сторонний зритель чужих чувствительный отец всего великого ревнитель всего ничтожного беглец тип в совершенстве человека в себе одном осуществи в себе одном собою тварь на диво века творца достойную яви вот в этом мудрость в этом слава твой долг твой подвиг над землей таким немудство лукаво явись смирением на челе и вознесешься ты высоко блестая славою прямой как это огненное око что смотрит днем на мир земной вот вы знаете он прямо у меня сбросил спасибо этому александру вот как бы и про меня в блоке а это написал некрасова это вот этому человеку который просто до себя ты постигай чушь ты хочешь перебросить все на кого-то других чтобы исправлять других вот и я написала нет слова блок как самый близкий человек уже подвел черту и этот век закончил бег а я ушла в мечту ну он тут же уже мне подбросил левантов и написал мы пьем из чаши бытия закрытыми очами золотые а мочи в края своими слезами когда ж пред смертью с глаз завязка упадет и все что обольщает нас завязка исчезает тогда мы видим что пуста была золотая чаша что в ней напиток был мечта и что она не наша и вот еще конечно такой стих это значит у нас михаил юрьевич лермонтов 1831 год и спасибо александру миринову из бруклина еще он прислал такой мне стих уже если нет на свете новизны а если ж повторение былого и понапрасну мы страдать должны давно рожденная рождая снова пусть наша память пробежавши вспять пятьсот кругов что солнце очертило сумеет в древней книге отыскать запечатленный в слове лик твой милый тогда б я знал что думали в те дни об этом чуде сложно совершенном ушли ли мы вперед или они или этот мир остался неизменным но верю я что лучшие слова в честь меньшего слагались божества и это шекспир сонет пятьдесят девятый вот так меня радует милонов разными своими стихами и последнее наверное ну я вообще вот еще хочу прочитать просто я с вами делюсь смотрите я живу с вами своей жизнью вот и вы со мной тоже поживите не ложитесь рано спать вставайте вот как я если не работаете если работаете как я и вот он еще такое написал ну это уже вы наверное вы знаете песенка про йогов чем славится индийская культура ну скажем шивом на гору клыкаст еще артиста знаем радж капура и каста йогов странную из каст говорят что раньше йог мог ни черта не брамший в рот год а теперь они рекорд бьют все едят и целый год пьют и что же мы и мы не хуже многих мы тоже можем много выпивать и бродят многочисленные йоги их правда очень трудно распознать очень много может йог штук вот один недавно лег вдруг третий день уже летит стыд ну а он себя лежит спит я знаю что у них секретов много поговорить бы с йогом тет-а-тет ведь даже яд не действует на йога на яды у него иммунитет под водой не дышит час раз не обидчив на слова два если чует что старик вдруг скажет стоп и в тот же миг труп я попросил подвыпившего йога он бритвы гвозди ел как колбасу послушай друг откройся мне ей бога с собой могилу тайну унесу был ответ на мой вопрос прост но поссорившись мы с ним в дым я бы мог открыть ответ тот но йог велел хранить секрет вот это высоцкий в шестьдесят седьмом году написал и еще александр мне маленькая последний стих прислал тоже блока ой я хочу безумно жить все сущее увековечить безличное вочеловечить не сбывшееся воплотить пусть душит жизни сон тяжелый пусть задыхаюсь в этом сне быть может юноша веселый в грядущем скажет обо мне прости мугрюмство разве это сокрытый двигатель его он весь дитя добра и света он весь свободы торжество 5 февраля 14 года не могу он столько много мне написал еще тут написал под разным этим мы друг другу друг другу мы тайно враждебны завистливы глупы чужды и как бы и жить и работать не зная извечной вражды что делать ведь каждый старался свой собственный дом отравить все стены пропитаны ядом и негде главы преклонить что делать изверившись счастье от смеха мы сходим с ума и пьяные с улицы смотрим как рушатся наши дома предатели в жизни и дружбы пустых расточителей слов что делать мы путь расчищаем для наших далеких сынов когда под забором в крапиве несчастные кости сгниют когда-нибудь поздний историк напишет внушительный труд вот только замучит проклятый ни в чем не повинных ребят годами рождения и смерти и ворохом скверных цитат печальная доля так сложно так трудно и празднично жить и стать достоянием доцента и критиков новых плодить закрыться бы в свежем бурьяне забыться бы сном навсегда молчите проклятые книги я вас не писал никогда это тоже блок да чувствуете какая красота саж ты слышишь это все поэту посвящается поэт не дорожи любовью народной восторженных похвал пройдет минутный шум услышишь суд глупца и смех толпы холодной но ты останься тверд спокойный угрюм ты царь живи один дорогу свободной иди куда влечет тебя свободный ум у совершенства плоды любимых дум не требуй наград за подвиг благородный они в самом тебе ты сам свой высший суд всех строже оценить умеешь ты свой труд ты им доволен ли взыскательный художник доволен так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь где твой огонь горит и в детской резвости колеблется треножник это пушкин 7 июля 1830 года на каждую мою передачу выставленную он обязательно пишет и пишет бесконечные стихи разные ой еще прямо хочется тючевом напоследок прочитать молчи скрывайся и таи и чувства и мечты свои пускай в душевной глубине отстают и заходят они безмолвно как звезды в ночи любуйся ими и молчи как сердцу высказать себя другому как понять тебя поймет ли он чем ты живешь мысль изреченная есть ложь взрывая возмутишь ключи питайся ими и молчи лишь жить в себе самом умей есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум их оглушит наружный шум дневные разгонят лучи внимай им ленью и молчи это тючев спасибо тебе неизвестный неизвестный человечек из бруклина и последний стих который вот ты свята но я тебе не верю и давно все знаю наперед будет тень распахнуться двери вереница белая пройдет будут страшны будут несказанны неземные маски лиц буду я взыскать к тебе о санна сумасшедший распостертый ниц и тогда поднявшись выше тлена ты откроешь лучезарный лик и свободный от земного плена я пролью всю жизнь последний крик тоже блок я очень люблю но хочу тут говорить вот такие 20 минут перед сном я бы сказала молитвенных чтобы наконец-то избавиться от того тяжелого разговора по телефону когда мне пытались вот эту вот букву какие-то вот эти теории вот сюда вот внедрить в эти уши и вот этот огонь стиха он прочищает он открывает видите сколько стихов я вам прочитала величайших огневых святых поэтов действительно истинных если уж говорить пророков и мессий а все те кто вот это прозой пишут какие-то теории свои учения это все сами понимаете буква закона который убивает и я вот это чтобы не убиться животворила себя духом святым поэзией великой сама тоже пишу стихи поэтому так люблю поэтов все с вами была Мария Карпинская спокойной вам ночи дорогие друзья всего доброго и и и и и и